Добрый день! Сегодня Гимель Томуза, Третья Томуза. Этот день известен в современности как день смерти Любавичевского Рэбби. Но на самом деле этот день известен в еврейской истории задолго до этого печального момента. В еврейской истории этот день известен днем, когда Еушуа остановил движение солнца Бегивон во время битвы под Гивоном. Предположительно, это в районе современного места Бейт-Хорон в Израиле, но это нужно уточнить. Я думаю, что хорошие экскурсоводы смогут больше мне помочь в этом вопросе. Так вот, Еушуа, для того, чтобы окончательно победить врагов, чтобы они не могли перегруппироваться, собраться с силами за ночь, нужно было их добить до наступления шаббата. И Еушуа молился Всевышнему о том, чтобы солнце не зашло, чтобы евреи могли добить врага и закончить битву. И солнце остановилось на 12 часов, и оно зашло позже. Теперь можно бы сказать, ну, было прошло, почему это именно Гимель-Тамуз, почему это связано именно с третьим Тамузом, почему мы говорим, что это связано именно с Тамузом. Дело в том, что очень интересно, название месяца Тамуз, оно очень странное. Оно происходит, вообще с трудом можно это произнести, от названия какого-то персидского божества солнца, название месяца Тамуза. И задается такой простой вопрос, как это может быть, что мы в нашем еврейском лексиконе используем такое слово для названия еврейского месяца. Как такое вообще может быть? Более того, месяца Тамуза, он не очень благоприятный, праздников в нем нет. Есть 17-я Тамуза, в которой Машир Абейну разбил скрижали завета, с которыми он спустился. Этот день, когда… 16-го Тамуза, 16-го Тамуза, да? 16-го Тамуза сделали золотого тельца, ожидали Машир Абейну, что он спустится с горы Синай, с первыми скрижалями. Он спустился с 17-го, поскольку первый день не считали, шестой, когда он поднимался. И поэтому что? Сделали уже 16-го золотого тельца. С 17-го Машир Абейну спустился, увидел, разбил эти первые скрижали. Вторые, он пошел подниматься в первые луля, спустился в Йом-Кипур. Окей? Вот эти разбитые первые скрижали, они принципиально отличались от вторых. Первые были написаны на… Сами камни были сделаны Всевышним и написал на них Всевышний. То есть, говорит Раф Деслер, что если бы учили эту Тору, учили Тору при первых скрижалях, то он объясняет, что Тора бы не забывалась. Я так понимаю, что он упирается на каких-то хазаль, на каких-то наших мудрецов, что в состоянии первых скрижалей Тора должна была учиться и не забываться. В состоянии вторых скрижалей, когда Машир Абейну принес сами скрижали, и на них Всевышний только написал, это Тора, на которой, так сказать, зависит от твоей подготовки, насколько ты принес скрижали, настолько на них будет записано. Поэтому Тора забывается, Тору нужно учить с трудом, нужно вкладывать много труда. Окей? Поэтому в 17-м Томузу произошло еще много чего. Поставили в храм Идол, в римляне сожгли Тору. Что еще? Прекратились мучные жертвы в храме. Какие цирру... Не очень благоприятное время, 17-е Томузу. Да? Теперь название его, оно что? Зависит от... Называется каким-то божеством персидским. Вообще ни в какие ворота. Что это такое? Если посмотреть на два месяца, начинаются с буквы... Есть еще, но как бы вот эти два месяца, которые... Самый край начинается с буквы... Одна ТАВ, другая ТЭТ. ТЭВЕТ, это месяц, когда началось разрушение храма, осада Иерусалима. И... Была пророломана стена тоже 17-го Томуза. 17-го Томузу была пророломана стена, стена Иерусалимского храма. Значит, это было тоже процессов в месяц, который начинается с буквы ТАВ, Томуз. Если посмотрите оба этих месяца, ТЭВЕТ самый холодный, а Томуз самый жаркий. И поэтому, если посмотреть на буквы, то буква вот эта вот ТАВ, она выглядит вот так, как максимум на математические функции. Самый жаркий месяц. А ТЭТ самый холодный, как минимум, на математические функции. Окей? Там такая... У меня такое открытие ко мне пришло, да? Что... Поэтому это два месяца, которые символизируют что? Крайность такую. Теперь крайность чего? Крайность... В данном случае Томуз, крайность Солнца, жарит больше всего. Самый жаркий месяц в году. Что это значит? Что вроде бы, так сказать, светило, которое представляет, дает энергию всей материи, источник жизненности и материальности. Это Солнце. И оно мощнее всего. То есть, кажется, что, в принципе, так сказать, все естественное, оно самое сильное сейчас. Это месяц Томуз. Все естество, вроде бы природные силы, они самые мощные. Они мощные, а еврейский народ, он живет вне природных сил. Да? Еврейский народ, он над природой. Он как бы природа... Несмотря на то, что как бы все причины против нас, все равно еврейский народ продолжает жить. Это как бы... Еврейский народ – это не природа. Еврейский народ – это... Несмотря на все-все-все-все-все вроде бы естественные антипричины, еврейский народ существует. Окей? Так вот, кажется, что все естество, оно как бы против, и оно мощное. Его не преодолеть. И именно в этот месяц Йошуа Бенун останавливает Солнце. На третий день. Понимаете? То есть, Тора, Йошуа, да? Йошуа был первым, кто принял Тору. Мушарабейн получил ее от Бога. Первым принявшим Тору, то есть, как мы приняли Тору. Человек, который принял Тору, и он, Йошуа называет Луной. Он как Луна принимает Тору, он сам ее не генерирует, он ее получает от Солнца, которым считается Муша. Но вот эта Тора, она сильнее Солнца, сильнее естества, он, Йошуа, имеет возможность ее остановить. Поэтому, с одной стороны, месяц Томуз, он такой сложный месяц, в нем нужно преодолеть все вокруг, а с другой стороны, есть супермощь такая, да? Какая? Это, Йошуа вложил в самом начале практически этого месяца возможность быть сильнее всего самого сильного. Это что? Можно остановить Солнце силой Тора Йошуа. Ради того, что еврейский народ должен победить. В общем, такая вот идея, которую нужно сказать по поводу месяца Томуз. Еще раз говорим, что, так сказать, как бы это особая дата. Интересно, что она вот так вот выражается с такой идеей. И самый важный момент, что если взять начальные буквы слово Томуз, да? Получается очень интересно. Томуз. Если взять последнюю букву, Зайн. Змоней. Времена. Первую букву. Тав. Это Чува. Раскаяние или возвращение ко Всевышнему. Мемашмешим. Да? Это вторая буква. Убаим. И приходят. Наступают и приходят. Приближаются и приходят. То есть, этот месяц, с которого нужно начинать, это Шува. Возвращение ко Всевышнему. И оно тоже начинается с какого месяца? С какой буквы? Начинается с буквы Тав. Слово Тишрей. Да? Тишрей. Рошашона. И Тамуз начинается с одной и той же буквы Тшува. То есть, это время, когда нужно Тшува. Время, которое будет Тшува в Тишрей, оно Змоней Тшува. Время Тшувы Мемашмешим. Приближается Убаим. И приходят, наступают. То есть, это тоже такая сила, заложена вот в этой же аббревиатуре. С одной стороны, такое естество, а с другой стороны, если мы все перевернем своей Тшувой, то тогда у нас получается как бы мощь Йошуа против чего? Против того, что вроде бы все сильнее нас. Окей? А что такое Чува? Чува это Тура, Ума Сним Тувин. Занимаемся Турой и добрыми делами. И продвигаемся в служение Всевышнему. И без Раташем мы сможем преодолеть все тенденции, которые могут быть, даже казаться, как будто бы против нас. Всем удачи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok